Слава Господу, братья и сестры! Господь нам даровал хорошее время, чтобы быть вместе в Доме Божьем. Один брат пропускал собрание, и пастор его встретил где-то на улице, в магазине. Говорит, брат, мы не видим тебя долго в церкви. Он говорит, брат, пастор, я с вами духом. Я с вами духом, всегда с вами, поддерживаю вас. И пастор говорит, знаешь, брат, когда в следующий раз твой дух будет над нами парить, пусть он прихватит и тело. Очень важно быть в церкви, друзья. И я буду говорить о церкви сегодня. Важно быть не только в Доме Божьем, не только в церкви, но важно быть церковью. Аминь? Не ходи в церковь, а будь церковью. Есть такой даже логотип, на бамперах клеят в американских разных церквях. Как верующие люди, не ходи в церковь, просто чтобы ходить в церковь. В прихожан. Есть такое слово, есть прихожане. Приходить, уходить, приходить, уходить, а будь церковью. Во времена онлайн, во времена технологии очень важно напомнить себе, почему важно буквально быть внутри, буквально быть общиной, буквально быть теми людьми, у которого общее все. Общее. Не просто быть человеком, который заходит в гости, но быть человеком, который являет частью, переживает, несет на себе тяготы, радости. Мы сегодня уже слушали в начале. Есть боли церкви, есть праздник церкви, есть радость церкви. Вот важно находиться внутри. И вот думаем ли мы о том сегодня? Один молодой студент уезжал на учебу, это было, скажем так, условно, допустим, в Украине. Мама, папа жили в маленьком селе. Студент учился, знаете, на философском факультете в большом городе. Однажды он вернулся домой на каникулы. И вот утром пришел на завтрак, а мама готовит завтрак. Сночек, расскажи, как там, что тебя там научили? Интересно, мы тут с папой, ну, как бы в селе, что там в большом городе, как там жизнь вообще происходит? Расскажи. Мама, столько всего научили, ты не представляешь. Очень много я узнал. Мама, как раз, рыбу жарила. Бывает такое в Украине на завтрак. Говорит, мама, хочешь докажу, что вот здесь на сковороде не две рыбы, а три? Ну, мама, может, переучился, свин, мало ли. Не против, расскажешь, сыночек? Он говорит, когда ты расскажешь? Потом, имея в виду, что мы с отцом съедим вот эти две, ты уже ту третью. Понимаете, друзья, важна невоображаемая рыба, понимаете, в жизни. Важна реальная рыба. Когда жизнь доходит до реальных вещей, ты понимаешь, надо реальные братья и сестры, надо реальные пастыря, надо реальные служителя в жизни, реальные молитвы, реальные песни, реальная слава Богу. Иногда мы думаем, что это все, ну, какая там разница, я себе сел, кофе взял, онлайн включил. Ну, зачем мне эти проблемы внутри церкви? Брат, ты где в церкви? Я везде. Я в вселенской церкви. Есть такие люди, которые не хотят иметь общность с церковью. Я о них чуть позже скажу. Писание называет их душевные, отделяющие себя от единства веры. Это не духовные люди. Это душевные люди. Они не хотят ни ответственности, ни контроля над собой, ни дисциплины в жизни. Это душевные люди. Итак, друзья, почему важно быть в поместной церкви? Почему важно быть частью поместной церкви? И я скажу про три благословения. От того, что вы и я находимся частью какой-то поместной в вашем городе, по месту жительства церкви. Почему-то так некоторые уже мысли сегодня прозвучали о церкви. Когда мы смотрим на Писание, есть очень важное учение о церкви. И когда я смотрю лично на первую церковь, в Деянии апостолов, я вижу, во-первых, очень важный момент – это взаимный плод. Когда я нахожусь внутри церкви Божией, я могу принести намного больше плода, чем если я был вне церкви. Плода для Господа. Когда есть плод-плод, образовывается, друзья, тогда, когда есть реальные отношения. Допустим, мужа и жены – это всегда соединение или результат соединения кого-то с кем-то. Так же и в церкви. Церковь как раз употребляется, когда Павел учит о церкви, о служении внутри церкви, он употребляет идею семьи. И даже говоря в послании Ефесянам о мужа и жене, он в первую очередь пишет не о мужа и жене. Все послание Ефесянам о церкви. И мы некоторые тексты сегодня прочитаем. И заканчивается это послание, говорит, как муж отделяется от семьи и соединяется с женой и становится одним телом с ней. В этот момент я говорю большую тайну. Вот то, что произошло между Христом и церковью, а уже муж и жена, как некий образ этого союза на земле, чтобы мы это поняли, немножко уразумели, вот так и произошло нечто великое, даже непостижимое нам. Христос соединил себя с реальной церковью, реальными узами, придя к ней на землю. Павел называет Христа неким мужем, а церковь называет непорочной девой. Вы обручены, я вас обручил единому мужу. Это не просто, ну захотел погодить в церковь, ну там праздник, пойду кофе попью с братьями и сестрами в холле. Это не та церковь, за которую умирал Христос, чтобы ты просто кофе попил, да? Это церковь, которая искуплена, которая вырвана из греха, дабы возвещать что-то для этого погибшего мира. Поэтому очень важно быть, быть внутри, понимать механизм, что такое церковь, кто глава этой церкви, что такое члены церкви, почему важно понимать вот эти скрепляющие связи, как говорит Писание, внутри церкви. Если они не работают, это больная церковь. Если рука не работает, ее надо лечить, а не отрезать и забыть о ней. Если можно полечить, надо полечить. Итак, первое, друзья, первое благословение того, что вы и я внутри церкви, это возможность иметь большой взаимный плод. Давайте откроем Деяние, вторую главу. Если у вас есть с собой Библия, пожалуйста, просто постарайтесь проследить эти тексты, потому что мы учимся во время собрания, мы не просто слушаем. Давайте откроем вторую главу. Это идеал той церкви, которую мы видим в самом начальном ее становлении. 42 стих, 2-42 Деяния. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершалось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее и продавали имение, всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно. Заметьте, сколько раз в этих стихах, которые я читаю, употребляется слово един, единство, общение, единодушно. Прибывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселья и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Заметьте, какая была жизнь первой церкви. Очень интересные тексты мы видим. Сколько всего. Это не только хожу на причастие, чтобы быть в церкви. Я и молюсь. Ежедневные молитвы, ежедневное общение отдельно от преломления. Имели все общее, исследовали нужды каждого, разделяли, что кому надо, изучали жизнь людей в общине, интересовались друг другом. Какое большое единство? У меня вопрос всегда был очень важный в конце. Какой результат такой жизни, друзья, в церкви? Какой плод такой церкви? Плод описан в конце 47 стиха. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Слава Иисусу! Господь... Вот что делали люди. Они были в едином служении Богу и людям. Они молились вместе, они кушали хлеб вместе, они ходили друг к другу в гости, вобщались, соединялись, разделяли, делали дела милосердия. Это то, что делали люди. Мы здесь даже не видим никаких-то больших, друзья, там, курсейдов, конференций многомиллионных, на которые тратились ресурсы. Не видим больших стадионов, хотя они были в Римской империи, церковь просто была вместе. Для мира, для Римской империи это был феномен, когда раб и господин кушают вместе. Историки церкви говорят, что Римская империя развалилась, и одна из причин была это создание церкви. Потому что, когда ты раб и господин, и приезд собрания, ты уже не можешь вот так к ним относиться, если вчера с ним хлеб при части принимал вместе. Ты уже ее воспринимаешь как брата. Или там какой-то сенатор покаялся. Да уже не важно кто. Это валило римский устрой жизни, понимаете, внутренний. Люди вдруг осознавали себя как братья и сестры. И единство церкви разрушало даже сложные и плохие дела римские. Церковь обретала большой плод через единство. Друзья мои, когда Христос шел на крест, он больше всего молился, Господи, помните, это знаменитая 17 глава Иоанна, да будут едино. Да будут едино, как ты отчего мне, а я в тебе, и да так они, да будут в нас едино. Для чего он? Что дальше написано? Кто помнит? Да уверует мир, что ты послал меня. Каким образом единство связано с тем, что мир приходит и уверует? С таким образом связано единство церкви с тем, что Господь прилагал спасаемых к церкви. Друзья мои, это феномен, это уникальное явление, если мы, как общество, общество Божие, народ Божий, единодушен, это всегда свидетельство для тех, которые еще не в этом обществе. Пойду узнаю, что это происходит, почему моя жена, которая покаялась, вдруг расцвела так? Что это за... Пойду и я посмотрю, почему-то мой муж, который так себя плохо вел, вдруг стал таким интересным человеком в жизни. Пойду-ка я узнаю. Вот как происходит прилагал спасаемых. Такая жизнь всегда привлекает людей, где нету единства, где бардак в судьбе, где бардак в жизни, когда они смотрят на эту церковь. Удивительный феномен. Разные люди, разные языки, разный цвет кожи, неважно, возраст, образование. Но у них все общее. Смотря по нужде каждого, преломляя хлеб, молились. Друзья, ну как это сегодня создавать практично? И так большой плод через пребывание в церкви, взаимный плод, но как это... Как научиться быть единым? Если вы читаете внимательно учение Павла, Павел постоянно упоминает несколько важных характеристик, как формируется в церкви единство. Например, Ефесянам 4 глава, 4.2. Продолжаем это послание о церкви. Будьте скромны и кротки. Относитесь друг к другу с терпением и любовью. Это в одно не предложение, это окончание послания, которое все говорит о церкви. Ефесянам 4.2. Будьте скромны, будьте кротки, будьте друг к другу, относитесь с терпением и любовью. Четыре вещи. Дальше. Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. Или стараясь сохранять, помните, как написано в сендальном переводе, единство духа в союзе мира. Заметьте, интересную вещь. Единство духа, только тогда есть союз мира. Но перед этим он показывает, как это сохраняется, когда ты о себе меньше думаешь, а думаешь о другом. Будь скромный, будь кроткий внутри церкви. Относись друг к другу с терпением и любовью. Покрой. Вот ты не понимаешь что-то, ты не можешь вместить что-то. Помоги, покрой, понеси, а не доломай. Покрой с собой ту ноготу брата. Вот как сыновья Ной однажды покрыли, но один не покрыл, а высказал перед всеми. Смотри, какой плохой у нас отец. Ай-яй-яй. Какая у нас церковь, а какой у нас пастор, а какие служители. Напишу-ка я об этом в фейсбук, пусть весь мир узнает. Какая плохая у нас семья. Так мы делаем? Нет, конечно же. Нормальные люди не делают так. Они покрывают, покрывают. Вот как покрыл Иф, Сим и Ефет, а Ахам это не сделал. И Писание говорит, будьте скромны, будьте кротки, думай о себе меньше, думай о другом. Римлянам 12, 16, та же идея. Будьте единомысленны между собою. Помните, как это дальше развивается у апостола? Не высокомудрствуйте, но последуйтесь смиренным, не мечтайте о себе. Как соединение, как делает себя, друзья, единомысль, как единство в церкви возрастает, когда я думаю, брат, что тебе важно? Сестра, о чем ты переживаешь? Скажи мне свою нужду. Смирение, скромность, терпение и любовь. Простой такой лайфхак, скажем так по-английски, когда мы вместе соединяемся, происходит некий духовный плод, большой духовный плод. Когда музыканты соединяются вместе, это большое пение, намного лучше, чем я буду сам петь, намного сильнее, намного больше вдохновляет общество. Когда мы вместе молимся, где-то братья были пост, молитву, помните, Есфирь, вы там, мы тут, но вместе. Законы даже меняются в стране. Большой взаимный плод. Это очень важно, друзья, быть частью. И вот опять повторюсь, Иуда пишет о подступниках, одна глава всего в послании. И он говорит, есть люди, которые вот подобно там безводным облакам, без дождя, они пустые внутри иногда, и они себя всегда отделяют, отделяют от единства, от единства веры. Это душевные люди, не имеющие духа. Потому что, если дух Божий внутри тебя и меня живет, он нас между собой соединяет. Потом Павел учит, говорит, в одном духе, одна вера, одно крещение, в одном духе. Мы крестились в тело Христова, чтобы быть обществом, чтобы быть не эгоистом сам по себе. Я вообще думаю, что смирение это всегда зависимость от другого, созависимость. А гордость это всегда я сам по себе. Гордость всегда ищет автономии. Не трогайте меня. Я разберусь свою жизнью сам. Пастор, не лезь в мою жизнь. Брат, давай-ка свой совет по... Не надо, пожалуйста, я знаю, как жить. Сестра, не указывай мне, не надо за меня молиться. Обычно это опасный путь. Это путь, который ищет независимости от церкви. Я там себе с краечку... Брат, ты где? Кто над тобой? Я как бы сам по себе. Пожалуйста, это моя жизнь. Друзья, это люди, отделяющие себя. Это осознанное решение отделить себя от церкви. Это опасный путь. Второе, друзья, второе великое благословение, это взаимный рост. Когда мы соединяемся вместе, мы нужны друг другу, мы взаимно растем. Понимаете, Бог дал для церкви интересные плоды, плоды, которым мы можем служить друг другу и через это... Или дары, я извиняюсь, и через это помогать друг другу возрастать. Мудрый царь Соломон говорил такое интересное слово в притчах железа, говорит он, острит железо. Когда мы трёмся один об другого, железо, острица, это помогает мне обрезать ненужное. Может быть, оттачивать то, что очень важно, и я могу другому этим послужить, более проявлять. И для этого мы нужны друг другу. Очень важно нужны. Это важно, чтобы наш характер где-то подчищать, подрезать, сформировать нас в обществе. Очень плохие люди иногда вырастают, когда они не формируются внутри нормального общества. Или даже бывает в семье сложная ситуация с человеком, который был один в семье. Бывает с ним очень сложно потом, когда он приходит в семью другий, скажем, женился на девушку, у которой была большая семья. ему бывает не просто на первых где-то там годах жизни совместной. Он привык, что он один. Анатолий Иванович Клиновский был такой брат. Я думаю, многие из вас, братья-сёстры, знают его. Это такая интересная иллюстрация. Он говорит, я всегда думал, как это себя распясть. Вот Писание призывает распясть себя со Христом, чтобы не жить уже для мира. Я, говорит, себя думал, вылези на кресло, прибил себе ноги одной рукой. Потом себе, одну руку прибил. Думаю, как прибить вторую руку? Я вспомнил, что у меня есть братья и сёстры в церкви. Они мне помогут себя распясть. Они мне помогут сформироваться более успешным верующим. Вроде бы смешная притча, да? Но на самом деле, друзья, это так. Мы нужны друг другу, потому что именно то, что тебе кажется неправильным у другого, часто есть проблема для тебя, с которой надо работать. Иногда то, что ты видишь, как изъян другого, есть твоя проблема. Другим это нормально. Или иногда какая-то там раздражительность, где-то на тебе на святой мозоль наступили, знаете, и ты уже смотришь, как ты реагируешь, но ты видишь себя. Тебе полезно быть в обществе, чтобы возрастать. Когда Павел пишет в Колоссяном, в первой главе об этом, он пишет в 28 стихе интересное слово, 1, 28 Колоссяном, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, совершенным во Христе. И для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его. Заметьте, когда мы проповедуем, когда церковь приходит, и мы друг от друга учимся, мы вразумляемся, мы научаемся всякой премудрости, говорит Павел. Для чего? Чтобы быть похожим на Христа, чтобы всякого человека сделать совершенным, ни в братстве, ни в союзе, ни в семье, во Христе в первую очередь. Чтобы у Него ценности были, как у Христа. Чтобы Он мыслил или имел чувствование, как во Христе. Для этого надо члены церкви, чтобы рука помыла другую руку, чтобы рука помыла голову или причесала голову, или одела тело. Мы нужны, у Павла есть два образа церкви, это дом и это тело. Дом и тело. И говорит, вот давайте посмотрим на свое тело. Любое место, в которое вы укажете пальцем в вашем теле, оно имеет функцию и название. Нету таких частей в теле, ну вы же там еще не придумали, как оно называется, показали сюда, пока еще наука до плеча не дошла. Вот все назвали, все очень важно, вот это пока не важно. Такое бывает или нет? Конечно же нет. Вот так и здесь, говорит Павел, любой член церкви, любой человек в нашем обществе, в народе Божьем, он имеет важную функцию и свое название. Нету неважных. Нету, ну пока что так себе, посиди пока пару лет, может быть, найдем тебе какое-то дело. И поэтому в 10 главе Павел говорит, если это был Павел, евреям, 24 стих, важное понимание, как сохранять единство, чтобы был взаимный рост. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматривайте приближение дня этого. Заметьте, что говорит апостол о двух вещах в этом отрывке. Во-первых, будьте внимательны друг к другу для того, чтобы был рост. смотрите, интересуйтесь жизнью. Сколько в церкви больных? Знаете ли вы одиноких? Сколько у вас мам или пап? Сколько у кого-то детей? Работа у кого-то есть? Или может быть у него даже денег нет в жизни? Интересуешься ты быть внимательным друг другу. Затем, когда ты интересуешься, в гости приходишь, может быть на кофе приглашаешь, поощряй друг друга к служению, к добрым делам. Мотивируй людей, не только будь пассивным членом церкви, рост происходит, когда ты вникаешь и поощряешь другого. Брат, поехали со мной в служение. Сестра, давай вместе споем. Брат, вот будет хорошее послужить для детей, помоги мне просто, посмотри, как я это делаю, и завтра ты сам сделаешь. Смотивируй. Плод верующего, друзья мои, это другой верующий. Плод верующего, плод каждого такой, как я, который еще лучше сделает, как я. Увещевайте, поощряя к любви и к добрым делам. И потом опять будем увещевать друг друга, пока время есть еще. Пока еще этот день не пришел, и мы еще можем что-то сделать. Вот видите, кого-то жизнь оборвалась, и все. 49 лет, 48 лет, 50 лет, неважно. Все, что сделал, все, что успел. Правда, неважно, в каком ты был пиджаке 20 лет назад, сколько он стоил, какая этикетка вот здесь висела, важно, что ты в нем взял, важно, где этот пиджак, он кому-то служил, и твоя машина, неважно, какой марки туфли были 5 лет тому, а когда ты гулял где-то там по Парижу, правда, или там, я знаю, по Лондону, ты вспоминаешь не туфли, и не то меню, которое ты в ресторане там себе заказал, самое дорогое, только почему-то вспоминается то, что ты в этот момент отдал, послужил, вложил, как-то вот пожертвовал, вот это идет с тобой по жизни, там можно хвалиться фотографиями, где ты, где я, где мои, но можно, ну вот когда ты умираешь, когда уже вся жизнь позади, как-то хочется быть более похожим на людей, наподобие там матери Череза, которая где-то отдала себя, где-то вложила свою жизнь, свой дом, свое время, иногда даже свое здоровье, Павел говорит, все это делаю ради Евангелия, ради Евангелия, я, говорит, более всех их потрудился, про чем я, ну благодать Божья, но это делаю ради Евангелия, даже, даже, даже духовные дары, они даются, чтобы мы служили, а не себе, а именно как церковь, вот смотрите, как говорит Павел, интересную вещь, 1 Коринфянам, 14.26, 1 Коринфянам 14.26, что же, братья, когда вы сходитесь, я всегда на эту мысль обращал внимание, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, поучение, язык, откровение, истолкование, все сие да будет к чему, чтобы меня похвалили в Фейсбуке или в Ютубе, на лайве, нет, чтобы это было к назиданию, кого назиданию, себя, и себя, и другого, но заметьте фразу, когда вы сходитесь, у вас есть, неужели мои духовные дары не работают, когда мы не сходимся, почему не написано, будь, садись с ними в дома, пой, учи себя, не знаю, там, откровение получай, но заметьте, уникальный образ, Дух Святой дает дары, и они особенно активизируются, когда мы сходимся, он знает, какие нужды есть внутри церкви, мы одним духом напоены, говорит Писание, он знает, что у сестры Галли есть проблемы, может быть, со страхом, и он через порочество другого брата утешает или наставляет сестру Галлю, чтобы она не боялась, или кого-то смиряет через откровение, через псалом, чтобы он не возгородился собой, или где-то мотивирует к служению, через другой дар, мы имеем скрепляющие связи внутри тела Христова, друзья, и Павел говорит, как в одном теле, много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, мы друг другу нужны, когда мы, друзья, сходимся, давайте будем думать о том, что мы служим друг другу, мы нужны для роста, для подсказки, для совета, для наставления, и третье, друзья, последнее, мы будем молиться, это взаимная помощь, и так взаимный плод, одно большое благословение, взаимный рост, и, конечно же, взаимная помощь, это уникальный, друзья, организм, когда мы, самые разные люди, самых разных стран, возраста, пола, образования, мы просто служим друг другу, и это очень важно физически быть частью этого общества, апостол Петр, заканчивая свое послание, последний мой текст на сегодня, 4 глава, 1 Петра, говорит, 9 стих, «Будьте странолюбивы друг другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличные благодати Божией, говорит ли кто, служит ли кто, и так дальше, дабы во всем проставлялся Бог через Христа». Заметьте, на 10 стих очень важная мысль, «Когда ты служишь тем даром, какой получил, ты строишь Божий дом, тебе этот дар дала Божья благодать по Его мудрому руководству и пониманию, кому дать и что дать, и то, что ты имеешь именно этот дар, и ты им служишь именно в этой церкви, это очень важное дело, ты незаменимый в этот момент для определенной группы людей». Однажды Аристотель, большой греческий философ, шел по берегу океана и видел, как маленький мальчик бросал морские звезды, которых выбрасывало на берег. Он шел и по одной брал, и поднимал, и выбрасывал их обратно. И великий учитель подошел и говорит, «Мальчик, ты же не спасешь всех, смотри, сколько их здесь на берегу, может быть». И поднимая очередную звезду в руку и бросая его море, «Но вот эту я спасу точно». Очень важно, друзья, понимать, мы всех не покроем, всем не переслужим, но вот этой семье, вот этой женщине, вот этому брату я послужу точно. И даже если я подам ему своим даром, я умею блинчики там делать или кофе варить, тем даром, какой получил, я ему, я вписал свое имя в его историю служения. Даже кружка воды, говорит Библия, если ты подал ее в имя Божье, она не потеряет награды. И это означает правильно распределять, правильно использовать благодать, которую мне дал Господь. Павел говорит, у меня много было служений в жизни, но это не я, это благодать. И эта благодать не была во мне напрасна. Ты можешь иметь слово, ты можешь иметь утешение, но напрасно тебе дано это. Ты им не пользуешься для церкви. Ты сидишь для себя, сохраняешь, как Тимофей однажды. Вот умеет, имеет дарование, но не развивается. Не использует. Павел говорит, брат Тимофей, развивайся, включайся в дело, дабы успех твой был очевиден. Ну попробуй послужить детям, может это твое. Попробуй к подросткам, может быть займись милосердием, поедь в Мексику на неделю на миссию. Попробуй себя там, может пожилым послужи. Поговори с кем-то. Но служи друг другу, не себе только служи. Каждый тем даром. И это будет доброе домостроительство многоразличной Божьей благодати. Вот так оно и делается в жизни. Друзья, сегодня у нас будет молитва сейчас. Давайте вспомним о себе сегодня. Являюсь ли я частью Церкви Божьей? Переживаю ли я на себе только благословения? Или я все-таки и благословения принимаю, и отдаю что-то? Не если я мертвым морем в Церкви, только принимаю. Я все умирает, и уже ничего обратно не отдаю. Есть ли я живым источником, через который идут люди, судьбы, через мой дом, через мою машину, мой кошелек, может быть, мое время, мое здоровье? Если я тем телом, где нету парализованных членов Церкви, а где все живые, если они и больные, то мы помогаем, мы лечим, мы перевязываем, мы утешаем. Давид заканчивает один псалмой, говорит, к святым Твоим, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое. К ним все желание мое. Друзья, нормальная практика желать в Церковь, нормальная духовная, это духовная температура, когда мы хотим, мы мечтаем, мы влаживаем, мы жертвуем, чтобы быть Церковью, переживать, молиться, не обсуждать, ослужить Церкви, покрывать то, где я вижу, где какая-то проблема есть, с собой закрыть, а не выставить нас посмешивающие. Христос за эту Церковь отдал жизнь, чтобы представить ее себе написано, себе славной Церковью. Никому-то другому, друзья, но себе, это не наша Церковь, это Его Церковь, слава Ему за это. И когда мы служим друг другу, мы Ему служим, Он голова этой Церкви. Пусть Господь на сегодня, друзья, может быть, вдохновить. Если вы еще не нашли себя в этой Церкви, станьте частью как можно быстрее. Присоединитесь к любой поместной Церкви, где есть Слово Божье, есть евангельская наука, и вложите себя в историю этой Церкви. Поверьте, Бог никогда этого не забудет и не пройдет мемя. Пусть Богу будет слава. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...